Девушки отдыхают Есть туалетная бумага Мужчина с детьми приехал на автовокзал за 40 минут до отправления Но на автобус опоздал Потому что не работало табло и не было объявлений Или потому что встретил роковую женщину и забыл и про поездку, и про детей Да, ну и четкая инструкция директора, которая, соответственно, истец должна была выполнять Аж забалтывается от вранья уже Недобросовестный работодатель подсунул беременной женщине на подпись какие-то бумажки Утверждая, что это пустая формальность А потом она оказалась на улице, не успев даже опомниться Этих блогеров развелось, как собак не резано И вот им всем хочется прославиться А они вас просят спасать их Это ваша инициатива, это вы разбазарили эти деньги Ради раскрутки собственного видеоблога Молодой человек хотел провести в лесу неделю, питаясь исключительно поганками Но его эксперимент прервали сотрудники МЧС Которые теперь требуют с него крупную сумму Истец требует, чтобы администрация автовокзала возместила материальный и моральный вред Ответчик, представитель администрации автовокзала против иска возражает Судебное заседание объявляется открытым Слушается дело по иску Павловского Ильи Владимировича К администрации автовокзала Интересы которого представляет Булавин Александр Петрович по доверенности Иск заявлен о взыскании вреда, причиненного здоровью А также компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей Все верно, истец? Пожалуйста, слушаем вас Ваша честь, в выходные я со своими маленькими детьми Дочке 5 лет, сыну 8 Проводил в другом городе выходные у своих пожилых родителей Ну и заранее купил обратный билет домой на автобус На самый последний рейс И как обычно, приехал заранее на автовокзал, чтобы не опоздать Сидели с детьми в зале ожидания И за 5 минут до отъезда автобуса вышли на перрон Ну это такое дело, неожиданно директор объявил по громкой связи, что автобус отправляется не как обычно с третьего перрона, а с восьмого А это совершенно на другом конце автовокзала Это когда вы это объявление диспетчера услышали? За 3 минуты до отправления автобуса За 3 минуты до отправления автобуса Ну я что, детей в охапку, автобус же последний Сумки в охапку Побежал через зал ожидания И на выходе, значит, стоят металлоискатели и 3 бугая охранника, которые сразу меня остановили Значит, сказали, давай вещи, багаж сдавай свой на досмотр Вот, я говорю, что это за безобразие? Сейчас автобус уйдет Вот, пока детишки снимали рюкзаки, пока мы эти сумки ставили, родители там и подарков внукам подарили, много всяких То да сё, время потеряли на досмотре Да еще, в принципе, и другие пассажиры говорили, допустите вы мужчину-то с детьми, он опаздывает Но охранники ни в какую Ну и, в общем, потеряли время, бежим до автобуса, смотрим, он уже отходит от перрона А при чем тут администрация, автовокзал, я вообще не понимаю Да, при том, мой сынишка побежал, Андрюшка, на перерез автобусу, догнал автобус, начинает сучаться А водитель ни в какую, смотрит на него и не останавливается Ну, парнишка споткнулся от бордюра, упал, разбил голову, потерял сознание Опять же, для водителя есть свои должностные инструкции, если он должен останавливаться непосредственно в остановках и стоянках Ваша честь, я давал вам слово Дам, выслушаю вас Ваша честь, ну, ужас-то какой, скорую вызвали, уехали, всю ночь провели в скорой, ребенок сотрясение мозга получил Что в итоге-то? Сотрясение мозга у ребенка? Да, вот документы все имеются Так, давайте, значит, билеты на автобус и документы на ребенка Так, дальше что? Дальше что? Три дня пришлось... До дома-то добрались? До дома добрались, на скорой нас подвезли Три дня пришлось у родителей На скорой вас подвезли до дома? Ну, да, время-то было позднее У родителей пришлось три дня... А, до родителей довезли Да, до родителей А уже в итоге... Потому что ребенок не был транспортабелен на дальние расстояния Так, ну, да, это понятно Да, три дня пришлось провести у родителей Пока он пришел в себя Пока ребенок пришел в себя Да, все рекомендации врачи выполнили Приходим на автовокзал Ребенок с перевязанной головой Охранники его узнали И снова к нам предъявили претензии, значит, требование Сдать багаж на досмотр Ну, я тут не выдержал Ваша честь, он начал хулиганить А к охранникам начал придираться И сотрудники милиции его ко мне привели Да что вы преувеличиваете Я сам пришел С сотрудниками милиции Предъявлять Не было никаких сотрудников Начал предъявлять претензии вообще к работе автовокзала Ну, естественно, директор меня слушать не стал Послал по-русски куда подальше Но я уже не выдержал и решил обратиться в суд Значит, вы просите взыскать стоимость билетов Да? Потраченных вами, значит И, то есть, поездка была не осуществлена Вы просите вернуть стоимость купленных билетов Стоимость купленных билетов Так Расходы на такси Потому что маленькая девочка теперь боится просто, Женечка Этих охранников, бугаев, которых только в зоопарке держать на вашем вокзале То есть, в итоге вы домой вернулись не автобусом, а такси? На такси И в питанце прилагается пять тысяч рублей потратить Пять тысяч рублей, вот это вот оплата услуг такси Пять тысяч рублей Плюс вред, причиненный здоровью ребенка, десять тысяч рублей И плюс моральный вред, причиненный мне и моим детям, который эквивалентен трём дням потерянным моим рабочим Три рабочих дня и обмок эти... В общей сумме тридцать тысяч рублей В общем, тридцать тысяч рублей, да, ваше честь Ваша позиция понятна Все на государство Представитель отречика, доверенец, пожалуйста, через приставы передайте на представление сервиса Значит, первое, должна стать инструкция и... Должна стать инструкция кого? Должна стать инструкция охранников и должностная инструкция водителя автобуса Так, а это что такое? А это плакат, так как мы не могли, не успели сделать табличку Это вот распечатанное на принтере объявление, которое мы развесили по всему автовокзалу То, что изменен перрон отправления автобуса, да? Это где висело объявление? Это везде у нас висело, так у нас в течение 40 минут произошел сбой и табло у нас не работало Айтишники буквально в течение 40 минут это все решили Все должностные инструкции охранникам, они были выполнены Второе, объявление то, которое, в принципе, у вас находится на руках, оно было расклеено везде То есть не понять, где и куда, в каком направлении двигаться, это невозможно Третье... По громкой связи было объявление? По громкой связи было, но только один раз Третье, мальчик, который побежал за автобусом, чтобы его остановить и упал Это несчастный случай Понимаете? Вот, опять же, в должностной инструкции написано, что водитель, тронувшийся со остановки и со стоянки Он имеет право останавливаться только на определенно положенных местах Он не имеет право остановиться между остановкой и стоянкой То есть за это он будет наказан, лишен премии и наказан Вплоть до увольнения Я правильно вашу позицию понимаю, что в том числе и водитель, и охранники, и водители исполняли свои должностные инструкции Да, ваша честь Поэтому вы иск не признаете, правильно? Да, ваша честь И ваша честь, у меня еще есть свидетель Нет, давайте сначала мы его послушаем Сначала свидетелей сца допросим Да, у вас у обеих сторон заявлены свидетели Да, это Лебедева Людмила Григорьевна Свидетелей сца, пожалуйста, пригласите в зал Свидетелей сца найдите Как по подиуму Добрый день, представьтесь Лебедева Людмила Григорьевна Людмила Григорьевна, приглашены в данное судебное заседание в качестве свидетеля Для дачи показаний по делу Предупреждаетесь судом об уголовной ответственности За дачу заведомо ложных показаний А также за отказ от дачи показаний Понятна ответственность? Понятно Пожалуйста, вы из ЦУ кем приходитесь? Я никем ему не прихожусь, я просто в этот день была на вокзале И видела все своими глазами Вы были пассажиркой того автобуса, от которого отстал стец Да, 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 вот жалко, у меня билет не сохранился с этого дня И я видела все, что там творилось на этом вокзале И специально оставила телефон Илье Владимировичу А как это вообще она оставила? Она что, знала, что в суд он пойдет? Дайте мне допросить свидетелей А судей разговора не было Я просто думаю, что он будет жаловаться на те действия, которые там происходили Какие люди? Объясните нам, что там происходило? Там был беспредел и хамство со стороны троих амбалов охранников Которые орали на них и на его маленьких детей Во-вторых, не было объявлений нигде повешено По громкой связи никого не предупреждали Табло не работало И везде... Да, действительно, табло не работало в течение 40 минут Но айтишники у меня этот процесс быстро решили Замену мы расклеили везде вот эти листовки формата А4 И вообще состояние вокзала ужасное Подошла в одно окошко, там закрыто В другой на обед ушли, в третье не работало табло И вообще, вокзал-автовокзал у нас в таком состоянии, это прошлый век просто Вокзал находится в идеальном состоянии У нас даже в туалетах есть туалетная бумага Представитель ответчика Представитель ответчика У вас тоже свидетель заявлен? Да, у меня заявлен свидетель Пригласите, пожалуйста, свидетеля ответчика в зал Вот она, сейчас разберемся с твоими девчонками вообще Как это все происходило в реальности Что? Ох, а ты это что тут забыл, а? Сидитель, пожалуйста, побыстрее проходим к ответчику Представьте Балаганка Здравствуйте, меня зовут Крупинина Ирина Михайловна Дело в том, что я очень близко знаю Илью Владимировича Даже очень близко Исца? Да, господина Павловского Откуда? Он мне много лет морочил голову, жениться обещал И когда я увидела в этот день его на вокзале, скандала было не избежать Вы-то как на вокзале оказались? Вот я хочу вам рассказать, что у меня накануне был день рождения И еще за два месяца до этого Павловский мне обещал, что мы на эти выходные поедем отмечать мой день рождения в загородный пансионат И я готовилась, я купила себе новый купальник, я сделала маникюр, педикюр, эпиляцию Вы знаете, какую копеечку мне это все вылилось? 18 тысяч я потратила Я была вся в предкиш... Ну как можно вообще такие вещи говорить? Хорошо, вы... Вы подготовились к романтической встрече с истцом Да На мой день рождения И вдруг этот человек мне за день до встречи звонит и говорит, что все отменяется Что у него срочная командировка, поехать он не сможет Я вся в горе, поехала к сестре И каково же было мое удивление, когда на вокзале я встречаю его с маленькими детьми Просто скандала было не избежать А какой был для вас, что оказалось большим сюрпризом? Присутствие от истца на вокзале или наличие у него троих детей? Нет, я знала, мы уже давно встречаемся Мы начали встречаться еще когда девочки в проекте даже не было Я просто поняла, что он мне нагло врет И, наверное, не первый раз И я до того накалилась, я просто подошла и меня было не остановить Тушите свет, сливайте воду Я устроила ему скандал на весь автовокзал Так, ну хорошо, увиделись с двумя детьми и дальше Да, он меня пытался как-то остановить Он меня хотел отвести в сторону, чтобы вы, дети, этого не слышали Но я вцепилась просто в его воротник и начала его трясти Я даже не помню, чем все это закончилось Я просто помню, что он взял свои вещи и побежал И он опоздал как раз из-за того, что он мне нагло врет Он просто козелку забрал Я видела, это охранники его Охранники порвали ему кубку Потому что он не виноват, а виноват господин Павловский И он получил по заслугам Истец, в каких отношениях со свидетелем состоите? Ни в каких, Ваша честь Ух ты Вот сволочь, он опять врет Мы встречаемся уже семь лет Мы встречаемся на моей квартире Примерно четыре раза в неделю И месяц назад мы еще с ним виделись И он смеет утверждать, что он меня не знает Вот и ждать, что истец любовником вашим является? Да, я именно это утверждаю Страшные люди Да Да А все на администрацию вокзала Все это не оправдывает И ты, пожалуйста Истец, истец, со свидетелем ответчика на вокзале встречались? Разговор какой-то был между вами? Никакого разговора не было Не видел я свидетелей на вокзале Как ты можешь такое говорить? Видео может все доказать Как мы стояли там и разбирались Какое видео? О чем ты говоришь? Там даже табло-то не работает Автобус нормальный Все удаляется для принятия решений 40 минут, не больше Ну что, допрыгался? Да, сейчас посмотрим Да, 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 да Далее в программе Даны четкие инструкции директора Которая, соответственно, истец должна была выполнять Он же забалтывает так вранья уже Реорганизация, смена юридического лица И прочие премудрости бизнеса Которые наемный работник и знать-то не обязан Часто оказываются средством для избавления от неугодных сотрудников Есть ли управа на таких бизнесменов? Этих блогеров развелось Как собак нерезанных И вот им всем хочется прославиться А они вас просят спасать их Это ваша инициатива Это вы разбазарили эти деньги Три дня поисков 75 волонтеров, три вертолета И сотни тонн сожженного топлива И миллионы потраченных рублей Кто должен оплачивать спасенную жизнь? Государство или потерявшийся грибник? Узнаем в суде Оглашается решение суда Суд, рассмотрев материалы дела Заслушав объяснение сторон Показания свидетелей Установив все обстоятельства Имеющие значение для рассмотрения настоящего спора Решил Иск о возмещении материального вреда Удовлетворить частично Заискать с ответчиков Пользуется стоимость приобретенных Но неиспользованных билетов За вычетом 25% их стоимости То есть 1200 рублей В удовлетворении остальной части иска Отказать Суд заискивает с ответчиков Пользуется Частичную стоимость неиспользованных билетов Поскольку в соответствии с действующим Законодательством Пассажир, пользующийся междугородним Автомобильным транспортом В случае опоздания к отправлению Транспортного средства В течение трех часов А вследствие болезни Несчастного случая В течение трех суток С моментом отправления Транспортного средства Имеет право Получить обратно стоимость Проезда За вычетом 25% Их стоимости В данном случае Стец с детьми Опоздал к отправлению автобуса Травма ребенка Воспрепятствовала ему Обратиться за возвратом Стоимости проезда В течение трех часов Но дала право Обратиться с данным Возвратом В течение трех суток Что истец и сделал Истец обратился За возвратом стоимости На третий день То есть срок Установленный законом Поэтому ответчик Обязан вернуть Истцу стоимость билетов За вычетом 25% Что составляет 1200 рублей Поэтому данную сумму Суд взыскивает С ответчиков В пользу Истца В остальной части Требований суд Отказывает Поскольку Пришел к выводу Автобус При таких обстоятельствах Вины Ответчика В произошедшем Суд не усматривает Поэтому в остальной части Иска Отказывает В полном объеме Решение странам понятно? Да Дело закрыто Решение суда Иск удовлетворить частично С решением суда не согласен Совершенно непонятно Почему Принятого внимания Без основательных показаний Какого-то совершенно белого Свидетеля Вот Поэтому буду опротестовывать Это решение Сотрудники Автовокзала И водители Действовали Согласно Своих должностных Инструкций А то что Истец Запутался В своих отношениях И хотел Снять Денежных средств С автовокзала Этого не получилось В этом суде Судебное заседание Объявляется открытым Все хотят денег Для чего сюда пришли в суд? Деньги получить Здесь каждый Считает себя правым Заставляли Показывали Как надо эти доллары Класть туда За резинку трусов Версовцы Но побеждает Только один А ты на меня еще веришься что-то Ваши медлические отношения Меня интересует Меня интересует Кто причинил материальный ущерб Проверьте себя Отгадайте На чьей стороне закон Он вор и мошенник Да ну а ты полицейский судья Смотрите Зал суда Битва за деньги Он вам заплатил Больше двухсот тысяч За эти годы И ни копейки не получил С понедельника по пятницу В тринадцать десять На нашем телеканале Закон суров Но это закон Истец Истец требует признать ее увольнение незаконным Восстановить на работе И оплатить вынужденный прогул Ответчик Представитель работодателя Считает что причин для восстановления истца на работе нет Судебное заседание объявляется открытым Слушается дело по иску Кислицыной Ольги Васильевны Который предъявляет иск своему работодателю Интересы которого представляет Рогов Андрей Анатольевич по доверенности О признании увольнение незаконным Восстановление на работе и оплате вынужденного прогула Все верно? Да все верно Пожалуйста истец слушаем вашу позицию Дело обстояло так Я проработала там недолго Четыре месяца в этой компании Затем меня просто уволили Не уволили А сама ушла Ответчик я вам слово дал В общем наш филиал в Воронеже Московской компании И из Москвы пришел приказ О том что нашу компанию руссформировывают И на месте ее будет новая независимая компания Какая-то там И поэтому все сотрудники должны оттуда уволиться И заново поступить на работу в эту якобы новую компанию Я на самом деле сначала засомневалась Стоит ли это подписывать Как-то это очень странно мутно Но затем коллеги по работе которые уже давно работают Сказали что это абсолютно нормальная практика Что так делают всегда чуть ли не каждый год Ольга Васильевна ну давайте факты не придумывать Ответчик я вам слово дал Видимо они так уклоняются от налогов Или там еще что-то такое В общем после этого приезжает из Москвы ревизор Проверяет подразделения что-то там еще И всем сотрудникам абсолютно всем Раздают по два бланка Один бланк заявления об увольнении непосредственно И следом за ним приказ о принятии на работу в эту самую компанию Вот я подписала поскольку все сотрудники подписали И спокойной душой продолжила дальше работать Проходит две недели буквально И мне говорят что я должна освободить мое рабочее место Потому что я уволилась И аннулировали мой пропуск в фирму И как бы все На что я спрашиваю а как же я же работаю теперь в этой вашей новой компании Я писала заявление о принятии на работу На что они сказали что никакого приказа не было Потому что его действительно не было Ответчик И что я это вообще там сама выдумала И просто уволилась И я прошу вас в вашу честь удовлетворить мой иск Вы понимаете я недавно узнала что это у компании политика такая Что они у всех беременных женщин вот так вот берут и обманным путем увольняют Вы в положении находитесь Да вот как видите месяц назад было вполне заметно что я беременна Прошу вас в вашу честь помочь мне Так трудовую книжку трудовой договор приказ об увольнении Да 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 все присутствует Ваша позиция понятна суду ответчик Вот теперь пожалуйста Да ваша честь дело в том что Истца никто не обманывал И не увольнял А дело было в том что Как же ее никто не увольнял если она уволена Она уволилась по собственному желанию У меня никакого желания увольняться не было извините пожалуйста Ваша честь дело в том что В нашей компании происходила реорганизация И филиалы которые находились в городе Воронеж Они были реорганизованы в новую компанию Которая является дочерней для нашей В какой форме происходила реорганизация Что простите в вашу честь В какой форме происходила реорганизация Реорганизация Слияние, ликвидация Ликвидация филиалов и реорганизация их в отдельной компании А с целью этого Закрытие одних представительств, открытие других Все верно. А с этой целью была организована проверка эффективности сотрудников. И после этой проверки по собственному желанию трое сотрудников, в том числе включая директора этого филиала, они покинули место работы. Подождите, вы их признали неэффективными или они сами решили? Они были признаны неэффективными и по собственному желанию они покинули компанию. А вот истец в частности была признана неэффективной в связи с чем? Это все потому, что я беременную. Мы должны были ее привлечь, мы должны были ее привлечь, дисциплинарной ответственности. Вы мне такие доказательства можете предоставить? Да, конечно. Есть заключение от эксперта, которое показывает то, что сотрудник не выполнял в течение нескольких месяцев свой план, который был поставлен работодателем, в связи с чем признан неэффективным. При этом это не влияло на увольнение. Извините, пожалуйста, у секретаря план выполнения чего должен быть? Кофе подавать, что ли? Инструкция директора. Не по плану подавала? А инструкция директора были даны четкие, инструкция директора, которая, соответственно, истец должна была выполнять. Аж забалтывается от вранья уже. При этом она не выполняла уже в какой месяц своей должностной обязанностью. Но, опять же, повторюсь, это никак не влияло на ее уход с работы, так как она уводилась по собственному желанию. Так, в связи с реорганизацией, вашей организацией, истец утверждает, что все сотрудники написали заявление по собственному увольнению. Я сейчас вам вопрос задаю. Какие-то сотрудники написали заявление о приеме на работу в другую организацию. В данном случае, естественно, это тоже сделало, но ее заявление куда-то пропало. Скажите мне, пожалуйста, остальные сотрудники, какие-то другие сотрудники, действительно уволились тоже по собственному желанию из организации и устроились на работу в реорганизованную фирму. Ваша честь, кроме трех обозначенных мной сотрудников, никто больше не увольнялся из нашего филиала. И, более того, никакого нового заявления не поступало от истца. Ваша честь, это все неправда. Я требую свидетеля. Истец, 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 сейчас мы допросим вашего свидетеля. Какие-то сотрудники были уволены и приняты на новую работу? Нет, Ваша честь. Были уволены только три сотрудника, и они покинули компанию окончательную. И на новую работу не были приняты? Нет. Нас никто не увольнял. Давайте допросим свидетеля истца. Пригласите, пожалуйста, свидетеля в зал. Свидетеля истца, войдите. Привет. Добрый день, представься. Здравствуйте, Ваша честь. Меня зовут Гуляева Анна Владимировна. Я являюсь бывшей коллегой Ольги Кислицовой. Анна Владимировна, данное судебное заседание приглашено в качестве свидетеля для дачи показаний по делу. Суд предупреждает вас об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, а также за отдачу заведомо ложных показаний. Ответственность понятна? Да. Понятна. То есть вы коллега истца? Да, я бывшая коллега Ольги. Я также написала два заявления. Одно об увольнении, другое о приеме... Анна Владимировна, ну как вам-то не скажу. Можно я вообще закончу? Пожалуйста. Вы сговорились, что ли? Пожалуйста, свидетель. Я написала также два заявления. Одно об увольнении, другое о приеме на новую работу. И сделали так все сотрудники нашей компании. Было это в приказном порядке. А те сотрудники, которые пытались как-то протестовать, им сразу сказали, ну пишите тогда одно заявление об увольнении и все. То есть фактически был осуществлен перевод с одной компании на другую, но оформлен он в виде увольнения с одной компании и принятия на работу в другую. То есть вы утверждаете, что все остальные сотрудники прошли эту процедуру успешно? Да. И у истца заявление о приеме на работу было куда-то утеряно, да? Ну я так понимаю, что да. Потому что Оля, она уже невооруженным глазом была, ну видно, что беременна. И я, кстати, сейчас тоже нахожусь в положении, но на тот момент... Поздравляю вас. То есть заявление о приеме на работу в другую компанию не потерялось? Нет, не потерялось. Я восстановлена, я работаю. А не теряется только у беременных. Да. И вообще это шарашки на конторы на самом деле. Это такой не первый случай. Такое уже происходило не первый раз. То есть по практике такое встречается. И после декретного отпуска я вообще не собираюсь работать в этой шарашкиной конторе. Здесь нужно отдать все себя на алтарь компании. И если, не дай бог, ты заболеешь или вот как Оля забеременеешь, это все. Тебя сожрут живьем просто. Желаете как-то прокомментировать показания свидетеля? Да, Ваша честь, я призываю вас оперировать фактами и доказательствами, а не уже свидетельствами. Суд оперирует представленными сторонами доказательствами? Да, конечно. У нас с нашей стороны есть договор о увольнении, подписанный ИСЦОМ. И также выплаченная нами... Передайте через приставы свои документы. Да, конечно. Что выплаченное вами? Угу, конечно. Что выплаченное? Вы бы так не врали на самом деле. Мы, как социально ответственная компания, выплатили вам материальную компенсацию в размере 60 тысяч рублей. Ваша честь, никто ничего не выплачивает. Что составляет два оклада. В документах можете найти. Там есть расписка о получении данной суммы ИСЦОМ. И, видимо, решив, что наша компания – это дойная корова. Ваша честь, если там есть какие-то документы, я не знаю, что мне там подсовывали подписывать. Истец, дайте мне рассказать. Ну, я никаких денег не получала. Так, ответьте, вот у вас здесь, значит, распоряжение о реорганизации. Да, все верно. Значит, о ликвидации предприятия. Вот эти документы вы предоставляете в качестве обоснования законности увольнения ИСЦОМ. Правильно? Увольнения не было, Ваша честь. А ИСЦЕР... Ну, понятно, ваша позиция суда понятна. ИСЦЕР... Суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. Этих блогеров развелось, как собак нерезаных. И вот им всем хочется прославиться. А они вас просят спасать их. Это ваша инициатива. Это вы разбазарили эти деньги. Ради раскрутки собственного видеоблога молодой человек хотел провести в лесу неделю, питаясь исключительно поганками. Но его эксперимент прервали сотрудники МЧС, которые теперь требуют с него крупную сумму. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, а также показания свидетеля, установив все имеющие значения для рассмотрения настоящего спора обстоятельства, оценив все доказательства, представленные сторонами, решил иск удовлетворить, признать увольнение истиции незаконным, восстановить истицию на прежнем месте работы в прежней занимаемой должности, взыскать с ответчиков пользы истиции заработную плату за время вынужденного прогула в размере 120 тысяч рублей. Суд признает увольнение истиции, находящейся в состоянии беременности, незаконным, поскольку, исследовав все представленные суду доказательства, пришел к выводу, что не было добровольного волеизъявления истиции на расторжении трудового договора по ее инициативе. Это подтверждается фактическими обстоятельствами дела, а также показаниями свидетеля. В организации, с которой истиция состояла в трудовых отношениях, была проведена реорганизация, что подтверждено ответчиком. На основании статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации реорганизация организации или учреждения не может являться основанием для расторжения трудовых договоров с работниками. Судом установлено, что в нарушении закона работодатель принудил всех работников написать одновременно два заявления. Одно об увольнении по собственному желанию, и второе о приеме на работу в реорганизованную компанию. Это было сделано и истицей, но в отличие от остальных работников, работодатель издал только приказ об ее увольнении с работы и не издал приказ о ее приеме в реорганизованную организацию. При таких обстоятельствах суд считает, что у беременной истицы не было воли изъявления на увольнение по собственному желанию. Факт выплаты работодателям выходного пособия при увольнении не является доказательством добровольности увольнения со стороны беременной истицы. В связи с чем суд восстанавливает истицу на работе, взыскивает в ее пользу соответчика среднемесячную заработную плату за время вынужденного прогула и удовлетворяет иск в полном объеме. Решение странам понятно? Да, да. Благодарим вас. Дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить. Раньше я думала, что правда доискаться сложно, но теперь могу сказать, что вы обязательно должны все отстаивать свои права, особенно права беременных. Ну, что я могу сказать? Для меня решение суда, мягко говоря, удивительное. Видимо, придется восстановить Ольгу Васильевну у нас в компании. Зал суда. Битва за деньги. Жили от зарплаты до зарплаты. Ни у кого никогда денег не брали. С понедельника по пятницу в 13.10 на нашем телеканале. Думать надо прежде всего о людях. Для этого вы и поставлены на это место работой. Специально для вас бесплатная юридическая консультация. То, что вы делаете сейчас называется правовой шантаж. Больше вы не потеряете ни копейки. Удовлетворен ваш иск? Да. Я не согласен с этим. Истец требует оплатить спасательную операцию. Ответчик заявляет, что никого не просил его спасать. Пожалуйста, представители МЧС, обоснуйте свою позицию. Уважаемый суд, нам позвонила местная жительница два месяца назад и заявила, что мужчина, который остановился и снял у нее комнату, отправился в лес и третий день не возвращался. Мужчина – это ответчик. Да, совершенно верно. Так. Вот. Вам до этого какое-то дело было, я не могу понять. Ответчик. Дело в том, что было установлено, что мужчина отправился в лес без соответствующей экипировки, которая позволила бы ему несколько дней находиться в лесу. Между прочим, факт звонка зафиксирован вот в соответствующем журнале. Здесь находятся и все документы. Я заберу у вас документы, объясняйте дальше. Дело в том, что в то время в лесу было очень напряженно. Во-первых, за день до этого прошел сильный ливень. А во-вторых, было зафиксировано за полгода четыре факта нападения волков на грибников. А так как мужчина был не местный житель, огнестрельного оружия у него не было, это могло закончиться очень трагично. Поэтому через два часа после заявления была организована масштабная спасательная операция, куда вошли лесники, сотрудники МЧС и волонтеры из местного населения. Общей численностью 84 человека. На вторые сутки... Значительное количество. Подтверждено соответствующим... Много народу спасало ответчика. Да, да, ну естественно. Что самое главное, он-то об этом не просил. Я вас не называл. Ответчик, я узнаю вашу позицию позже. Вот, на второй день поисков ответчик был обнаружен в лесной чаще без сознания и отправлен в больницу в состоянии, ну, крайнего переохлаждения. Кстати, в больнице врачи определили у нее отравление грибами и бледными поганками. Так что поисковики спасли ответчику, можно сказать, жизнь. Ничего вы меня не спасали. Меня не нужно было спасать. Ваша честь, я не просил никого, чтобы меня спасали. Я пошел на сознательный эксперимент. Никакой я не грибник. Я блогер. У меня есть мой блог, который описывает выживание людей в диких условиях. Вот очередная серия должна была быть посвящена выживанию в лесу. Ну, если бы не одно, Ваша честь, извините, пожалуйста, но вот эта вот спасательная операция вышла в государство в кругленькую сумму, а именно в 2 миллиона 350 тысяч рублей. Вы только задумайтесь. Значит, вы очень сильно помогли государству, потому что это была ваша инициатива. Я не просил меня спасать, Ваша честь. Я сознательно пошел туда без всяких припасов, без воды, еды, одежды, без всего, потому что я ставил эксперимент. Я хотел узнать, что будет с организмом человека. Не разговариваем хором, дайте я сейчас ответчику послушаю. Спасибо, Ваша честь. Я хотел узнать, что будет с организмом человека. Если неделю спать на холодной земле, есть только подножный корм и тому подобное, я записывал это все на видео. А вот так непонятно, что будет с человеком? Надо обязательно эксперимент провести? Извините, многие люди могут оказаться в такой ситуации внезапно, в случае какого-то форс-мажора. Они же должны знать, как выжить, что они при этом будут чувствовать, как себя обезопасить. Извините, Ваша честь, я не потерплю этого. Вот так вот мы говорим о коррупции, вот так вот разбазариваются государственные деньги. 2 миллиона 350 тысяч. Вот эти средства были потрачены на бензин, потому что было задействовано 4 вездехода. А потом вот этого молодого человека мы отправили на вертолете в больницу. Только представьте, одного мы спасаем, когда у нас катаклизмы происходят, людей бесплатно. А тут ему, оказывается, этих блогеров развелось, как собак нерезанных. И вот им всем хочется прославиться. А они вас просят спасать их. Это ваша инициатива. Это вы разбазарили эти деньги. Так, ответчик. Извините. Давайте дальше к грибам, к белым поганкам. Зачем вы ели-то их? Я ел их, потому что это старинный метод викингов. А, кстати, извините. Что старинный метод? Кого? Это старинный метод викингов. Он написан в научных статьях. Да, чтобы ночью не замерзнуть, нужно на ночь принять определенное количество поганок. Вот я три дня подряд ел поганки, замечательно спал, с утра был бодрым и нормальным. Ну не странно, что эти викинги не дожили до наших дней, вымерли все, как мамонты. Зато как они жили. Действительно. Так вот, здесь, кстати, есть распечатка статьи. Распечатка чего? Статьи с норвежского сайта. Это научная статья, она, к сожалению, не переведена на русский. На норвежском? Да. Ну, я не обладаю знанием норвежского языка, поэтому оставьте при себе. Хорошо, тогда... Что еще вы хотите в качестве доказательств предоставить? Разрешите приобщить к делу видео. Вот, пожалуйста, передайте. Приставу, пожалуйста, передайте. Это, собственно... Это ваш видеоблог? Фрагмент, да, видео для моего блога. Чтобы никто не считал тут меня грибником. Третий день. Между прочим, подобные эксперименты очень плачевны. Представитель СА, дайте мне видео посмотреть, пожалуйста. Вот. Буду продолжать свой эксперимент. Смотрите все подобности в моем блоге. Вы были, между прочим, без сознания и в состоянии крайнего охлаждения. Точнее, переохлаждения. Без сознания я был не потому, что переохладился, а потому, что поганки ел. Это вы просто нашли меня в тот момент, когда я был в трансе, и я впал. Отвече прилично выглядите после поганок на третий день. А потому, что эксперимент был рассчитан. Да какой это эксперимент? Который мог бы быть удачным, если бы не было. Это просто издевательство над моим ведомством. Вы отвлекли. Только вот вы послушайте, вслушаетесь. 84 человека. Вы в каком состоянии, еще раз давайте уточни, в каком состоянии нашли ответчика? Мы обнаружили ответчика в бессознательном состоянии и в состоянии крайнего переохлаждения. Медицинские документы есть? Да, конечно. Все здесь. Акта о спасательных работах и медицинские документы. А это журнал заявок, да? Да. Ответчик, ну вы подтверждаете, что вас нашли практически в предсмертном состоянии? Меня нашли в состоянии глубокого транса под поганками. Это было специально, чтобы не замерзнуть ночью. Вы видели за сутки до этого снятое видео. Там я вот уже после выхода из транса, и там я нормальный. И если бы они нашли меня, ну буквально четырьмя часами позже, я был бы совершенно нормальный. Вы в этом уверены? Да, потому что до этого были. Но то, что вы выжили в результате съемки предыдущих серий, не означает, что в данной ситуации вы бы выжили. Ваша честь, позволите. Очень хорошо, что предыдущие ваши эксперименты закончились положительно. Здесь все было рассчитано. И не заблудился я совсем. У меня был рассчитан маршрут на неделю. Через неделю я вернулся бы в деревню. Представитель листа, у вас свидетель заявлен, да? Да. Пожалуйста, давайте допросим вашего свидетеля. Пригласить положить свидетеля в зал. Пройдите, пожалуйста, к Истцу. Представьтесь. Золотова Альбина Федоровна. Альбина Федоровна, приглашены сюда в качестве свидетеля для дачи в Казани. Да, да. Ответчик являлся жильцом в вашем доме. Да. Да? Да. Так. Сначала был нормальный. Все сидел, в нубуке вот это смотрел. Я пошла до дочки в соседнюю деревню. Ну и там заночевала. И первый день сразу я не стала звонить. Но дело молодое, мало ли там может где-то загулял. Вам сообщил о том, куда он ушел? За грибами в лес пойду. Да, пойду в лес, пойду в лес. Так. А я когда уже от дочки пришла, смотрю, его и не было, и нету. И у соседки спросила, приходил, не приходил, тут уж что делать. Он же, у меня душа не железная. Начали переживать. А как же? Я уже все, и не спать, не есть не могу. Конечно, начала звонить. Алина Федоровна, извините, но вы мне кто? Вы мне мама или подруга, чтобы я вам все рассказывал? Отвечу. Костик, ты что? Совсем другой был. Я бы наушу миссию благодарность объявил свидетелем. Да. Если бы не она, вообще неизвестно, что с вами было бы в результате. Конечно. Так бы остались там с поганками. То, что такое отравление грибами, я на собственном опыте знаю. У вас в Ютьюбе была бы посмертная слава в связи с вашими экспериментами. И я прошу, я требую, чтобы ответчикам было возвращено 2 миллиона 350 тысяч рублей. Я ни за что не буду платить. Суд удаляется для принятия решения. Хорошо всех встать. В следующей программе. Я собрался. Я собрался. Что такое? Мы все равно будем с ним счастливы. Понятно? Понятно? Мы любим друга. Что случилось? Стрессная и безумная любовь ослепила одинокую вдову. По просьбе любимого она продала свой дом и отдала ему все сбережения. Теперь у нее нет ни денег, ни дома, ни мужчины. Я позвонил, говорю, Инна Олеговна, может, я не выйду на работу? Она мне говорит, нет, либо больничный, либо ползи на работу, как хочешь. Что делать, если руководство не желает заботиться об условиях вашего труда? Надо знать свои права и не бояться их защищать, как это сделал уволенный за прогулы слесарь. И Севс обратился ко мне, чтобы провести застолье с употреблением спиртных напитков. Я согласился. Мы распили водку, две бутылки, литр на троих. Мужчина оплатил дорогостоящее лечение, но вместо медицинской помощи оказался поздно ночью на улице без денег. Теперь он обвиняет врачей в том, что его насильно спаивали, чтобы ограбить. Удастся ли врачам доказать свою невиновность? Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, показания свидетеля, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил в иске о взыскании стоимости поисково-спасательной операции отказать. Суд отказывает в удовлетворении заявленных требований и не обязывает ответчика оплатить стоимость поисково-спасательной операции по его спасению. Поскольку данные требования не основаны на законе. Поисково-спасательной работы проводятся за счет федерального и регионального бюджетов на безвозмездной основе для граждан. В данном случае, ответчик, я вам предлагаю задуматься о дальнейших ваших экспериментах, иначе мне кажется, что они могут принести непоправимый вред вашему здоровью. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. В иске отказать. Оправдывая вот подобных людей, таких вот блогеров, мы создаем прецедент для того, чтобы разбазаривать государственные деньги. Я не оставлю свою научную деятельность. В следующей серии я отправляюсь на зимовку в тундру. Лайк, шер, ретвит, подписывайтесь на канал Костик Дикий. Прошу всех встать. Что делает друзей врагами? Деньги. Эти деньги заработала я. Я пахала пять лет на севере для того, чтобы иметь свою квартиру. Что разрушает семьи? Деньги. И тогда жена мне сказала, я тебе идиоту 170 тысяч не дам. Решай сам. А я сроду ничего сам не решал. Что развязывает войны? Деньги. Ну-ка, разнимите их немедленно. Зал суда. Битва за деньги. Да откуда я такие деньги возьму? Вон, смотрите, у меня одна мелочь, только в кармане. Мне жить не она ждать. Смотрите с понедельника по пятницу в 13.10 на нашем телеканале. Редактор субтитров А.Семкин